Здравствуйте! В эфире телеканал МТВ «Время новостей» в студии Алина Успенская. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях к этому часу. 19 ноября 1942 года – один из главных дней в истории всего мира. 80 лет тому назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Этому событию в городе Героя посвятили множество мероприятий. Сотрудники областного краеведческого музея запустили образовательный проект «200 сталинградских дней и ночей». Наши корреспонденты побывали и на пресс-конференции, посвященной 17-му международному кинофестивалю имени Владимира Меньшова, и узнали все секреты предстоящего грандиозного события. Также мы расскажем, какая тематическая программа ждет жителей и гостей города 19 ноября. А сейчас обо всем по порядку. На базе учебного центра Министерства обороны в Волгоградской области продолжаются тренировки мобилизованных. В этот раз военнослужащие отработали навыки боя в городских условиях. Боевая задача – обнаружить и обезвредить противника. Разведку местности военнослужащие проводят с помощью квадрокоптеров, которые помогают быстрее определить место дислокации. Получив данные о местонахождении условного врага, военнослужащие в составе боевых двоек или троек выдвигаются к зданию для его зачистки. Перемещаются короткими перебежками, прикрывая друг друга огнем из стрелкового оружия. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на учениях используют холостые боеприпасы и средства имитации. Цель такой отработки – обучить бойцов слаженности действий в условиях городского боя. Тренируют мобилизованных опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, в том числе в специальной военной операции. Сегодня в Волгограде состоялась реконструкция эпизода контрнаступления Красной Армии под Сталинградом в ноябре 1942 года. Моменты одного из важнейших в истории Великой Отечественной сражения воссоздали для школьников-участников областных военно-спортивных соревнований по многоборью за Сталинград. Как это было, расскажет наш корреспондент Дарья Денисова. Легкий танк, полуторка, гаубица, винтовки, солдатская форма и знамя Красной Армии – все продумано до мелочей для того, чтобы воссоздать картину начала наступательной спецоперации «Уран». Вот уже 15 лет в годовщину начала контрнаступления под Сталинградом реконструкцию проводят члены военно-исторического клуба «Пехотинец». Любая реконструкция – это трепетно, потому что мы не должны упасть горя с лицом, то есть показать, как тяжело, в каких условиях находились наши деды, и максимально показать ту сложность, той драгоценной победы. Засада, наступление и сражение до победного конца. Участникам реконструкции удалось продемонстрировать, как стойко и мужественно советские бойцы отразили натиск фашистов. Это полезно для каждого из нас, как для личного развития, так и для развития школы, либо же каких-то муниципальных организаций. 19 ноября 1942 года над Сталинградской областью навис сильный туман, из-за чего авиация не смогла подняться в воздух. На помощь бойцам пришла артиллерия. Тот день вошел в историю как день самой массированной артподготовки. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944-м заслуги артиллеристов были отмечены учреждением профессионального праздника артиллеристов, который по сей день ежегодно отмечают в день контрнаступления. Молодые волгоградцы чтут боевые традиции и бережно хранят память о подвиге дедов и прадедов. Всем участникам очень нравится, они очень довольны, потому что такие мероприятия, где областных ребят задействуют, не так много. И они были очень рады сами приехать в Волгоград. Прививают любовь к родине, разумеется. То, что в такие времена, это патриотическое воспитание, очень важная вещь сейчас. Тогда, в 1942-м, в наступательных боях под Сталинградом, бойцы Красной Армии продемонстрировали непоколебимую волю к победе. У сегодняшних школьников есть множество вариантов изучения истории и судеб героев легендарной битвы, отмечают организаторы. Наша задача – сделать вектор для подрастающего поколения в заинтересованности к историческим событиям. Зрителями реконструкции стали около ста школьников из разных уголков региона. Ребята приехали в Волгоград для участия в областных соревнованиях по многоборью. Демонстрировать знания по истории легендарной битвы и навыки военной подготовки они будут здесь же, на базе городского оздоровительного центра «Орленок». Ребята вот окунулись в такую атмосферу. Это совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец». Не первая наша реконструкция. И ни разу мы не слышали какого-то отрицательного отзыва. Такие мероприятия дают толчок, создают условия к изучению истории. Такая хорошая мотивация, как это было на самом деле. Особенно важно сейчас, когда происходит искажение. Вся реконструкция вообще, происходящая на областных соревнованиях за Сталинград, сподвигает, я думаю, любого участника, ну, как-то более заинтересоваться Сталинградской битвой. Насколько русский человек в годы Великой Отечественной войны был героем, героические поступки совершал. В эти дни проходят десятки военно-патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Акции, флэш-мобы, выставки и реконструкции организованы в каждом районе области. Дарья Денисова, Виталий Грищенко, Время новостей. 200 сталинградских дней и ночей. Новый проект под таким названием в преддверии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве запустили сотрудники областного краеведческого музея. Образовательная программа состоит из лекций и экскурсий, посвященных эпизодам и героям битвы за Сталинград. Сегодня для посетителей музея прочитали солдатские письма, которые буквально прошли дорогами войны. И это одна из самых эмоциональных частей проекта, считает наш корреспондент Наталья Коваленко. Получить долгожданный треугольник и зачитать вслух всем-всем-всем. Так встречали письма фронтовиков-адресатов 40-е годы. В фондах Волгоградского областного краеведческого музея хранится немало подлинных солдатских треугольников, живых свидетелей ужасов и лишений Второй мировой войны. Заглянуть в прошлое и приобщить молодежь к истории – вот основная задача новой образовательной программы «Письма шли дорогу войны». Добрый день, дорогие родители, мама, папа, Нина, Нюра и племянницы. Во-первых, сообщаю, что я жив и здоров. Чего и вам желаю. Подобные весточки с фронта приходили домой и читали их всем миром. И очень надеялись, что и дальше солдат будет жив и здоров. Лекционная встреча «Письма шли дорогу войны» проводилась впервые. Премьера состоялась в Доме музея поэта Михаила Луконина. Вместе с Татьяной Челноковой, научным сотрудником Болгоградского областного краеведческого музея, учащиеся одной из звукоградских школ познакомились с творчеством знаменитого земляка. Перенеслись в окопы и в линдажи прошедшей войны. Услышали реальные истории, посвященные полевой почте. Уникальные экспонаты, каковыми считаются треугольники, сегодня трогать не разрешается. Но, чтобы школьники могли буквально прикоснуться к истории, организаторы сделали копию документов из музейного архива. Всем родным боевой привет с фронта. Я жив и здоров. Бьем немцев. Эта тема всегда актуальна, я думаю, остается. И у нас в нашем музее находится, хранится очень много писем, живых свидетелей той Великой Отечественной войны, которая далекая от нас 80 лет назад, прошедшей войны. И, конечно же, эти письма уже очень ветхие. И бумага уже, наверное, скоро рассыпется. Но как-то нужно, чтобы об этом знали, чтобы это не забывали. И вот мы сегодня эти письма как бы вновь реанимировали и вынесли на суд зрителей. Письма бывали разными и не обязательно хорошими. Однажды во время службы Константин Симонов, лучший друг Михаила Луконина, вместе с товарищами прочел письмо, пришедшее недавно погибшему бойцу из его роты. Отправитель – бывшая невеста солдата. Используя самые горькие слова, она написала, что больше не ждет бойца домой, так как втайне давно нашла другого кавалера и будет у них ладиться. Тогда Симонов написал стихотворение, которое стало ответом на поступок неверной женщины. Ваш муж не получил письма. Он не был ранен словом, пошвым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов. Его, по счастью, не терзало. Помимо новых знаний, мероприятие подарило школьникам почву для размышлений. Многие честно признались, после прочтения представленных на встрече материалов долго осмысляли события этих лет, примеряя на себе роль фронтовика или труженика тыла. Меня очень растрогали эти письма до глубины души. Я даже чуть не начала плакать. Они были очень искренние, чувственные. В завершении встречи ребята, продолжая традиции времен Великой Отечественной войны, написали свои письма бойцам специальной военной операции. Наталья Коваленко, Александр Шишин Победили вместе. В Волгограде пройдет 17-й международный кинофестиваль имени Владимира Меньшова. В этом году его приурочили к 80-летию Сталинградской победы. Открытие состоится 19 ноября, в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Тему продолжит Светлана Ларикова. Кинофестиваль победили вместе. Крупнейший в России смотр документального кино. В этом году его впервые принимает город-герой Волгоград. До этого он 16 лет проходил в Севастополе и был создан по инициативе героев Советского Союза. В память об общем военном подвиге и раскрывал бы сегодняшнюю героическую жизнь и подвиги, которые проходят в нашей жизни. И название «Победили вместе» это предложили и придумали вот эти люди, герои Советского Союза. Фестиваль стартует 19 ноября, в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Дату открытия предложил губернатор Андрей Бочаров. Международный конкурс состоит из двух тематических блоков. Один из них «Память» посвящен фильмам о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Многонациональная победа в Сталинграде – это факт, потому что, когда смотришь на имена высеченные, на Мамаевом кургане, на памятниках, то видишь, что представлены практически все народности, все религиозные конфессии. В рамках второго блока конкурса «Отражение» участники представят документальные фильмы о современном обществе. Героические события нашей истории мы многие знаем, многие понимаем, читали и учили, и многими этими знаниями обладаем. Еще фестиваль хочет показать, что есть еще сегодняшняя героическая история, работа наших спортсменов, фермеров. То есть те события, которые сейчас молодежи необходимы. Гости фестиваля увидят более 150 киноработ российских и зарубежных авторов. Состоится и международный телевизионный конкурс. Участники представят репортажи и кинопортреты. Документалистика фиксирует все, что происходит в стране, в мире и помогает понять происходящее. И я хочу пожелать фестивалю, чтобы он прошел на высшем уровне, что мы, Волгоградцы, сделаем для этого все, что нужно. Главной площадкой проведения кинофестиваля станет Волгоградский государственный университет. В ВУЗе с начала его основания ведут планомерную работу по сохранению исторической памяти. Университет возглавлял Максим Матвеевич Загорулько, который был защитником Сталинграда, ветераном Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну. И весьма символично, что университет расположен на Лысой горе. Это вторая по значимости высота нашего города. Различные конкурсные и вне конкурсные программы, круглые столы, мастер-классы и семинары пройдут на базе других волгоградских вузов и центральных площадках города-героя. Это не только будет прикосновение к геннографической культуре международного уровня. Такой фестиваль с такой программой играет и огромную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вход на все мероприятия бесплатный. Торжественная церемония закрытия состоится 22 ноября в Триумфальном зале Музея-Заповедника «Сталинградская битва». Светлана Ларикова, Андрей Кирсанов. Время новостей. В Волгоградском Дюце подвели итоги 6-го фестиваля самодеятельного художественного творчества работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда «Сталинградская осень». Приурочили его к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в сражении на Волге. Состоялись торжественный гала-концерт из лучших номеров и награждение победителей и призеров. Обо всем подробно расскажет Максим Черпак. Они были готовы на все, чтобы помочь восстановить родину после кровавой битвы в Сталинграде. Хрупкие женщины осваивали тяжелые мужские профессии, чтобы поднять любимый город из руин. Все это про участниц Черкасовского движения. Именно их подвиг вдохновил коллектив детского сада номер 24 на создание номера. Для нас была еще близка эта тема была, потому что Черкасова, Александра Черкасова, она, в общем-то, работала в детском саду. И восстанавливали они и детские сады, и детские учреждения, ну и, конечно же, знаменитый дом Павлова, на котором мы в своем номере сделали акцент. Те можно все забыть, но не детей. Проникновенное выступление коллектива детского сада номер 325 растрогало весь зрительный зал. Состояло оно сразу из нескольких музыкальных композиций. Назвали номер улицы Пушкина в Волгограде в честь места, где в Великую Отечественную шли ожесточенные бои. На сегодняшний момент улица Пушкина в Волгограде тоже имеет место быть, по которой дети уходят в школу и на которой цветет акация. В этом году к нам присоединилась родительская общественность вместе со своими детьми, и поэтому в этом конкурсе у нас участвуют и педагоги, и родители, и наши воспитанники. Номинаций много. Творческим педагогам муниципальных учреждений есть где разгуляться. Танцы объединяет всех. Песни, рожденные на Волгоградской земле. Когда говорят Пушкин, музы не молчат. И другие. Фестиваль уже стал традиционным. Проходит в шестой раз. С каждым годом количество участников растет. В этом году 66 коллективов. Я считаю, что это не мое мнение, это мнение жюри и всех, кто видел отборочные туры, что это необыкновенно, проницательно, трогательно, профессионально и красиво. В Волгограде, городе с героическим боевым и трудовым прошлым, фестиваль художественного творчества работников сферы образования «Сталинградская осень» проводится размахом. Роковые сороковые изменили жизнь каждой семьи. Поэтому важно хранить память о подвиге советских солдат и передавать ее молодым поколениям. Мероприятие, безусловно, сохраняет память о героях Сталинграда, о тех людях, которые в послевоенное тяжелейшее время не просто отстоял Сталинград, а еще восстановил его. А сейчас мы видим, как проходят такие мероприятия, как дети в них участвуют, как педагоги-наставники с ними взаимодействуют. Столько талантов среди наших ребятишек, среди преподавателей, это дух соревновательности, так что мы очень рады, что такое мероприятие проходило. «На солнечной поляночке другою мы дубров, парнишка на поляночке и вирает про любовь». Первый фестиваль «Сталинградская осень» состоялся 10 лет назад. Тогда его приурочили к 70-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в сражении на Волге. За это время была проделана большая работа по сохранению памяти великих героев. «Мы узнали огромное количество новых имен наших талантливых педагогов, наших талантливых учителей, вообще представителей системы образования. И в этом смысле только подтвердили золотое правило о том, что талантливый человек талантлив в различных областях». Ни один творческий номер не остался без восторженных аплодисментов. Педагоги муниципальных учреждений постарались максимально раскрыть свой потенциал и стать достойным примером для подражания своим воспитанникам. Максим Черпак, Виталий Грещенко. Время новостей. В эти дни в Волгоградской области проходят десятки мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы советских войск под Сталинградом. Центром событий станет город-герой, где запланированы 80 акций, концертов, уроков мужества и выступлений. 19 ноября во всех районах города-героя пройдет акция «Цветы на граните». Представители общественных объединений, школьники, молодежь, ветераны возложат цветы и венки к мемориалам. В библиотеках Волгограда проходят книжные выставки, беседы, часы памяти «200 дней и ночей», уроки мужества, слава сталинградскому солдату, литературная гостиная «Наш город», мужество и колыбель победы нашей, часы историй, суровый ноябрь Великой Отечественной и многое другое. В детских музыкальных школах и школах искусств организованы концерты «Литературные вечера». 19 ноября в Волгограде состоятся автопробег «Солдату Сталинграда», патриотическая акция на Мамаевом кургане и эколого-патриотическая акция. В Парке Победы высадят аллею героев-сибиряков. 19 ноября город-герой вернет себе легендарное имя «Сталинград», под которым он вошел в мировую историю. Дорожные знаки с историческим именем в этот день появятся на основных автомобильных въездах в областную столицу. 20 ноября знаки поменяют обратно. И теперь о событиях культуры. Двое мужчин-музыкантов, женский джазовый оркестр и обворожительная душечка. В Волгоградском музыкальном театре состоялся предпоказ мюзикла «В джазе только девушки». Творчество его авторов, композитора Владимира Баскина и поэта-либретиста Евгения Муравьева, хорошо знакомо российскому театральному зрителю. Не первый раз к их творчеству обращаются и артисты музыкального театра. Историю, известную по одноименному кинофильму с Мэрилин Монро, одной из первых увидела Инна Емельянова. Самая известная блондинка золотой эры Голливуда Мэрилин Монро снова блистает на сцене и покоряет сердца зрителей. На этот раз образ неподражаемой певицы и актрисы воплотила солистка Волгоградского музыкального театра Яна Савельева. Сюжет одного из самых нашумевших фильмов 20 века известен всем. В сценарии для постановки в музыкальном театре сохранили все ключевые узнаваемые моменты, но не обошлось без авторских изюминок. Еще с начала года достигнута договоренность с авторами и изучение материала. В этой постановке в жанре мюзикл использовано более 20 музыкальных номеров. Действие происходит в Америке в 1929 году. Два джазовых музыканта оказываются нежелательными свидетелями для банды чикагских мафиози. Чтобы избежать гибели от рук гангстеров, они устраиваются в гастролирующий джазовый оркестр. Пикантность ситуации в том, что оркестр женский. Парни переодеваются и выдают себя за Джозефину и Дафну. В джазе только девушки. Первая премьера в новом сезоне. Она приурочена к 90-летнему юбилею театра. Постановщики и вся труппа с большим интересом принялись за работу над постановкой. Как итог – блестящая игра актеров, оригинальная сценография и неповторимая хореография. На основе джаз-танца все музыкальные номера хореографические выстроены. Ну и, в общем-то, делали с настроением, с любовью. Хотелось, чтобы мы, так сказать, были достойным украшением спектакля в джазе «Только девушки». Мы старались для того, чтобы еще частичку тепла, добра, света и любви привнести в этот мир и нашему зрителю дорогому. Ярким украшением спектакля стали образы героев, продуманные до мелочей. Было создано около 150 костюмов. Почти все сияют. Костюмеры использовали много пайеток. У каждого костюма отличительная деталь, отражающая характер персонажей. Изюминкой спектакля стали платья, пижамы и купальники для настоящих мужчин. Взгляд невозможно было отвести и от платья в душечке. Главной героине даже, наверное, больше переодеваний, чем в легендарном фильме. Различные коротенькие такие все вариации платьевцев. Похожий образ во втором действии, в начале второго действия, на классическое вот это белое платье Мерлин Монро. Мы себе позволили только более легкую шифоновую версию полупрозрачную сделать. Масштаб действа впечатляет. На сцене задействована вся труппа. Артисты хора для участия в спектакле освоили игру на музыкальных инструментах. В этом спектакле артисты хора разделены на несколько групп. Женская часть, одна из них, это артистки оркестра «Милашки Сью». И, конечно же, они на сцене непосредственно играют, поют, взаимодействуют со всеми персонажами без исключения. Вторая группа – это бэк-вокал. Зрители их не увидят, но услышат. Блистательная комедия в джазе «Только девушки» уже стала легендой. В этом году ей уже 60. Блестящие диалоги, любовная интрига, роскошные музыкально-вокальные номера, яркая пародия на гангстерские фильмы составляют основу неослабевающего зрительского интереса к истории. С большим удовольствием посмотрела и с удовольствием, в принципе, посещаем театр. Не могу не отметить, во-первых, все-таки очень профессиональные и молодежные трупы. Спектакль хорошо поставлен, прекрасные голоса, с большим юмором, как-то чудесно сделано. Параллели, но параллели, конечно, есть, потому что фильм-то хорошо известен, и я его очень люблю и несколько раз пересматривала. Но вы знаете, я вот в театр хожу, наверное, уже лет 30, если не больше. Мне здесь все нравится, честно говоря. В захватывающее путешествие из гангстерского Чикаго в роскошный Майами, в котором так много джаза и любви, волгоградский зритель отправится 18, 19 и 27 ноября. Инна Емельянова, Андрей Кирсанов, Время новостей. Если вы также восхищаетесь осенью, как многие поэты и писатели, расскажите об этом. Только не в стихотворении, а на фото. Телеканал МТВ запускает фотоконкурс «Осень в моих глазах». Осень. Сказочный чертог, всем открытый для обзора. Телеканал МТВ объявляет конкурс «Осень в моих глазах». Запечатлей на телефон или профессиональный фотоаппарат яркие краски осени, урожай грибов или первое осеннее свидание. Работу можно прислать с 18 ноября по 1 декабря способами, которые ты видишь на экране. А со 2 по 19 декабря подключай всех, чтобы голосовали за твою работу на сайте МТВ онлайн. И впервые телевизионный Дед Мороз подарит тебе именно тот приз, который ты захочешь. Жди итогов голосования и выбирай свой волшебный подарок под елочку. Подробности на информационном портале МТВ.онлайн в разделе «Конкурсы». В 17.30 сразу после выпуска новостей в программе «Инна Емельянова и День района» мы узнаем, как живет и развивается Красноармейский район Волгограда. А в 18.10 приглашаем вас посмотреть советскую приключенческую ленту «Игра без правил». Фильм о борьбе советских чекистов с американской разведкой в послевоенной Германии. Главный герой фильма, опытный чекист Ларцев, раскрывает заговор против советского конструктора ракетной техники Леонтьева. Не пропустите! В 18.10 на МТВ. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале МТВ.онлайн. Полная коллекция видео на рутуб.ру. Не пропустите главное! Подписывайтесь на наш канал. А на этом у меня все. Подведем итоги дня вместе уже в 20.00. Не переключайтесь! Сегодня по области Волгограда небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 10 градусов. Ночь у столбик термометра опустится до нуля. Субтитры создавал DimaTorzok